Спальня? Спальня здесь, да. У вас есть пространство, да? И здесь, везде тепло? Хорошо. Отопление в 255-м детском саду дали еще на прошлой неделе. И несмотря на то, что из-за ремонта теплотрассы на улице Карбышева, трубы недостаточно горячие, температура в группах выше 20 градусов. Комиссия из городской администрации, которая сегодня проверяет условия содержания малышей, выносит вердикт. Тепловой режим в норме. Мы создали все условия для того, чтобы детям было в детском саду тепло и комфортно. У нас работает обогреватель, температурный режим у нас соблюдается. Детям комфортно, а тем более, что они же не сидят, они все время двигаются. Мы сегодня проехали еще несколько садов, несколько школ. Ну вот тревожных точек становится все меньше, их практически нет. И везде, где есть какое-то вот такое тревожное состояние, нам обещают к понедельнику все отладить. Выходные все будут тоже у нас на контроле. Комиссию сегодня встречают и в Самарской гуманитарной академии. Сюда переселили начальные классы из 46-й школы. Ее временно закрыли месяц назад, из-за того, что в одном из кабинетов осыпалась штукатурка. Учеников в своих стенах приняли вузы и колледжи Октябрьского района. Приводить в порядок помещения, выделенные под классы, учителя и родители начали сами. Мы пришли, оклеили окна, помыли их, мы замазали дырочки, щели, помыли стены, помыли потолки, привезли мебель свою, сделали питьевой режим, повесили дезар, дезинфекцию помещения от различных заболеваний. Кабинет пригоден для обучения, детям здесь комфортно. Но если в этом случае своими силами справиться удалось, то в другом ситуация более сложная. Здесь дети будут заниматься до тех пор, пока для них не подберут новое помещение. Кабинет уже готов предоставить в колледж железнодорожного транспорта. Но в родную 46-ю школу дети все же вернутся. После того, как в ней пройдет капитальный ремонт, уже готовится проектно-сметная документация. Как только проектно-сметная документация будет готова, как только будет понятен объем средств, которые необходимы для строительства, то глава города обратится с письмом с просьбой к главе региона для того, чтобы были выделены областные субсидии, может быть, федеральные деньги для наискорейшего начала капитального ремонта. По подобной схеме в Самаре уже ремонтировали учебные заведения. Успешный пример – 81-я школа. После капитального ремонта в нее вновь вернулись ученики. Алина Чемерест, Константин Головин. События.